В этой части почты всегда многолюдно. Под выдачу и отправление всевозможных коробок и пакетов сделали отдельный зал – центр выдачи посылок. Сегодня почта современная, многофункциональная и все больше становится цифровой. Почему бы мы хотели, чтобы наши клиенты обратили на это внимание? Вот сидя дома, сидя в рабочем кресле, вы можете отправить почтовые отправления, а предзаполненные просто принести и без очереди их сдать. Это повысит качество обслуживания, это уберет пресловутые очереди в отделениях связи. Самыми популярными услугами, особенно в преддверии Нового года, по-прежнему остаются отправления посылок и открыток. Дети и сегодня пишут письма Деду Морозу, взрослые оформляют подписку себе или в подарок, например, в пользу социальных центров и домов для ветеранов. Почта приглашает всех желающих присоединиться к благотворительному проекту «Дерево добра». Кроме того, в почтовых отделениях Карелии делают ремонт и обеспечивают доступную среду для маломобильных граждан. Что касается центрального отделения Петрозаводска, то здесь к столетию республики обновили здание и снаружи. Данное здание обновлено в этом году, это объект культурного наследия. Все понимают, насколько это значимо для республики. Хотелось бы все-таки, чтобы данное здание, так как оно является точкой отсчета для любого расстояния, это нулевая верста, отсюда идет отсчет, чтобы она стала символом Карелии. Следующим подарком к столетию республики станет открытие после ремонта еще семи отделений в Петрозаводске, Сегижи, Кондопоге, Гирвасе и Рабочеостровске. Анжела Маркевич, Александр Борисов, Служба новостей.